СИРИЯ О сотрудниках ЧВК в заявлении Минобороны не говорится. Тем временем сопредседатель партии «Другая Россия» Александр Аверин подтвердил Би-Би-Си, что один из погибших – москвич Кирилл Ананьев, его бывший однопартиец, воевавший ранее на Донбассе. Накануне лидер партии «Яблоко» и кандидат в президенты Григорий Явлинский в интервью Би-Би-Си обратился по этому поводу к президенту Путину. Я хочу, чтобы он объяснил, есть ли там ЧВК, есть ли там жертвы, какой объем этих жертв, сколько людей погибло, было ли боестолкновение, было ли боестолкновение США. А он не хочет давать эти объяснения, пока, по крайней мере. По-моему, все ясно. Там действительно похоже что-то произошло, и они думают, как ответить. После сообщения об атаке американских сил в ДРС-Зоре, президент России Владимир Путин отменил несколько запланированных ранее мероприятий и во вторник утром провел закрытое совещание с представителями военных ведомств. Пресс-секретарь президента, впрочем, заявил Би-Би-Си, что главнокомандующий делает это почти каждый день. Так были ли погибшие, и почему от них открещивается Кремль? Поговорим об этом с моим московским коллегой Андреем Сошниковым. Он сейчас с нами на прямой связи. Андрей, добрый вечер. Так все-таки были ли погибшие, и если были, то что они там делали, что там делали бойцы и россияне? Удалось что-то узнать об этом? Здравствуйте, коллеги. В настоящий момент известно о семи погибших россиянах. Я бы хотел добавить, что родственники Владимира Логинова из Калининграда и Игоря Касатурова из Азбеста Свердловской области также подтвердили Би-Би-Си, что вот эти указанные бойцы погибли в Сирии. Так что у нас есть точно данные о трех, еще четыре, это информация из соцсетей, а также она была озвучена гражданскими расследователями из Конфликт Интеллидженс Тим. Но по данным коммерсанта, например, жертв может быть 11, по данным других СМИ речь может идти о сотнях. Так что в ближайшие дни, может быть, мы узнаем новые имена погибших. Ну вот американский телеканал CBS говорил о том, что это были бойцы, наемники частных военных компаний. В российских СМИ некоторых сообщается, что это были бойцы так называемого ЧВК Вагнера, которое связано с государством. Насколько обоснованы эти предположения? ЧВК Вагнера, частная военная компания, это самое известное неформальное подразделение, в котором участвуют россияне, которые воюют в Сирии. Раньше они воевали на Донбассе. По информации, которая частично подтверждается Министерством нефти и газа Сирии, у предпринимателя, который стоит за ЧВК Вагнера, у Евгения Пригожина, есть своя доля с нефтяных месторождений на отвоеванных у ИГИЛ, запрещенной в России организации, на отвоеванных у нее территориях. Поэтому это с одной стороны бизнес, с другой стороны частная военная компания помогает режиму Башара Асада, которого в свою очередь поддерживает Россия. Так что можно на это посмотреть и как на защиту государственных интересов, но можно вполне обоснованно говорить, что эта частная военная компания там находится и что она связана с российским государством. Но почему тогда официально о бойцах ЧВК не говорят? Ни для кого не секрет, что существует конкуренция между силовыми ведомствами в России. Если легализовать частные военные компании, в частности Вагнера, то кому они будут подчиняться? Когда частная военная компания «Славянский корпус», тоже неформальное название, воевала в Сирии, то многие наемники, вернувшись в Россию, были арестованы ФСБ. И вот сейчас с одной стороны в Госдуме лежит законопроект, и многие депутаты лоббируют эту идею о легализации ЧВК. С другой стороны, известно, что у главной спецслужбы, у ФСБ есть по этому поводу серьезные сомнения. Кому будут подчиняться в конце концов эти подразделения?